Виктория спрашивает, Ирина, ваш муж является ли вашей музой? Нормально для женщины вдохновляться мужчинами? Чем или кем вдохновляетесь вы? Нет, мой муж не является моей музой. Ну, если бы он был Ван Гогом, наверное, был бы музой. Но он не Ван Гог, он бизнесмен. Мы партнеры, поэтому мы вдохновляемся друг друга тем, что в каких-то ключевых наших проектах мы абсолютно друг друга понимаем и совпадаем и поддерживаем друг друга. Личной моей музой является то есть что меня вдохновляет по большому счету. Это, конечно, это звучит пафосно, но вообще это версия меня. То есть как только я понимаю свою версию на данный момент жизни и понимаю, в чем как бы прикол этой жизни сейчас на земле, это очень сложно это понять. И когда я дозреваю до этого состояния, в этот момент я сама себе становлюсь музой. Скажите, пожалуйста, если не везет личной жизни с мужчинами, стоит продолжать искать вторую половину или лучше жить одной для себя в базах своего развития, здоровья и внешности? Ну, я не знаю. Я предпочитаю все-таки не думать бесконечно о мужчинах и кого-то искать. Конечно, я вкладываюсь всегда в себя, но при этом сексуальность должна быть открытой. Он придет сам, мужчина этот, не ищите его. То есть развитый внутренний мир и при этом открытая сексуальность. Открытая это не значит навязчивая, это не значит вульгарная, это значит сексуальная энергия у вас есть. Вы ее не придавили своим бесконечным саморазвитием. Михаил, а за этот вопрос можно ли открывать бизнес с девушкой, с женой? Смотря сколько вы живете и насколько вы знаете друг друга, в любом случае это очень сложно иметь в виду. Это может помешать личным отношениям и убить сексуальность и чувственность. Поэтому, решившись на это, а иногда это единственный выход, вы друг другу доверяете, не доверяете никому, вы подпишите сразу юридический документ. У кого какая доля, кто чем занимается, что произойдет в случае выхода и так далее. То есть, приведите свой семейный бизнес в какую-то юридическую, официальную форму, как это делается в любом несемейном бизнесе. Тогда, может быть, эти подводные камни вы обойдете. От Елены. Что делать, если любишь мужа как человека и отца детей, но не могу физически с ним пать и иметь близость? Браку 27 лет никогда не испытывала удовольствия? Никогда. А что-то сейчас-то возник вопрос. 27 лет никогда, а теперь вдруг что с ним делать? Наверное, что-то еще достало. Это, наверное, не главное. Потому что, если бы это было главным, вы бы ушли уже давно или дети выросли. Ну, в общем, я могу вам сказать так. Секс забывается, а любовь остается. Если вы его любите, живите с ним. Если вы его уже не любите, не живите с ним. Но это не вопрос секса. Как перестроить свои мысли, когда сердце разрывается от боли? Когда оно разрывается от боли, ничего не поможет. Нужно просто отвлечься. Ни на спиртное, ни на наркоту. Потому что это временное облегчение, а потом будет депрессия еще больше. Уйдите там, в искусство. Когда сердце болит, нужно сердце заполнить искусством. Оно единственное, что излечивает душу человека. Любимую музыку, любимое кино, любимую литературу. Если такой нет привычки, то я вам сочувствую. Потому что человек, который не вовлечен в искусство, он, конечно, с болью душевной справляется очень плохо. Ну, в крайнем случае, охота, спорт, путешествия, вот такие вещи помогут. Переключения других людей. Ребята, не бойтесь начинать жизнь сначала. Только имейте в виду, что для того, чтобы начать с нуля, все по новой, нужно разобраться со старым. Готовы вы вообще его отодвинуть в сторону или вы за него цепляетесь? Это самый главный вопрос. Всем удачи. Пока. Ксения спрашивает. Шесть лет назад развелась с мужем. Двое сыновей, 12 и 20 лет. Работаю в большой компании топ-менеджером. Мужчины встречаются, которые мне нравятся, в основном женатые. Мне 44, выгляжу на 37. Где водятся неженатые мужчины от 47 лет? Записывайте адрес. Везде. Значит, это такой взгляд на жизнь. Я его очень часто вижу. И у мужчин, и у женщин. Давайте я вам дальше продолжу. Хотите списочек? Значит, женщины все меркантильные сучки. Добрые самаритянки, фикты, где стоишь, особенно в больших городах. Мужчины все козлы. Им только потрахаться надо. Ничего им больше не надо. Или. Всех нормальных разобрали, а не женатые. И так далее. Слушайте, что за бред у вас в голове? Есть статистика, если вы мне не верите. Почитайте. Сколько женатых? В какой возрастной группе? Сколько не женатых? Ну, наверное, после 40 женатых больше, чем в 18. Согласен. Но, хочется сказать, жена не стена. Может и подвинуться. Он на радио 1 вообще не дожила. Потому что вчера был на осебенном дожде, я рассказывал. Короче говоря, неженатых тоже хватает. Мужчин вообще как грязи. И если вы не думаете, что есть специальные места, то у меня к вам есть два предложения. Первое. Расслабиться. И просто выйти на улицу. И рано или поздно выйди на улицу выйти замуж. Второе. Тут есть один нюанс. Когда вы знакомитесь на улице, вы понятия не имеете, что у человека в голове. Если он, слава богу, не маньяк, то не означает, что он собирается иметь семью. Вы ему просто понравились. Если вы хотите людей неженатых, а некоторые мужчины еще врут, что они холостые. То вам как раз вот эти интернет-знакомства. Почему? Потому что в интернет-знакомствах там люди очень группируются конкретно. Вот кто хочет семью, он пишет у себя в аккаунте. Цель знакомства – брак. То есть вы уже заранее общаетесь с человеком, который, мы будем надеяться, все-таки неженатый. И он хочет иметь семью. В этом смысле вы не тратите время на пустое время и припровождении с людьми, которые вообще не по этому делу. Они спрашивают. Мужчина считает, что хорошее дело браком не назовут. Как в таком случае понять настрой мужчины? Ну кроме того, что он против брака, он еще даже дело не в настрое. Знаете, есть люди, которые, как сказать, есть такое примитивное мышление стереотипов или клише, когда люди повторяют совершенно бессмысленные заученные фразы. Хорошее дело браком не назовут, без труда не вытянешь рыбку из пруда. Во-первых, брак в смысле семья и брак в смысле плохо сделанный продукт – это просто слова, которые звучат одинаково, а по смыслу абсолютно разные. Рыбку без труда можно вытянуть из пруда. Да, я пробовал – получается. Просто не у всех это получается. Очень многие вещи, которые у нас в голове сидят, ничего общего с реальностью не имеют. Михаил, скажите, пожалуйста, если мужчина не женится, встречается-встречается и все равно не женится, можно ли однозначно сказать, что он меня не любит? Ну, да. Или не любит так, как вы это ожидаете. Слушайте, я об этом много раз разговаривал. Вот там родители любят детей, но бьют их, например. Вот он как бы не так любит, как хотел бы ребенок, чтобы ее любили. Но в данном случае не очень любит. Почему, спросите вы? Объясню. Брак для мужчины и для женщины – это не одно и то же. Дело в том, что когда женщина выходит замуж же, то есть это не смысле они оба вступают в брак, она за него выходит замуж. Она приобретает две вещи. Как правило, он ее содержит и отгоняет от нее других мужиков. Это, собственно, в каком-то смысле, да, и кормит их детей. Суть брака. Когда женщина выходит замуж, ну, может быть, хранение верности – это единственный вклад в семью. Она… Нет, бывает разные братья. Боят, что женщина гораздо богаче мужчины, и она его содержит. Но в обычной жизни, в российской обычной жизни, мужчина зарабатывает больше процентов на 30 в среднем по стране. А при разводе имущество делится поровно и так далее. Но я не хочу туда даже залезать в эту глубину. Поэтому, если не хочет жениться, не хочет брать на себя ответственность за вашу жизнь, скажем так, в этом смысле он вас не любит, да. Алик спрашивает, Михаил, как можно на ранней стадии распознать женщину, для которой главные цели – меркантильные, уже устал наступать на все эти грабли? Ну, вот то, о чем я говорил, да. Всем только одного надо, этим тоже другого надо, но тоже другого одного. А женщина гораздо умнее, чем мы думаем. И самое примитивное, меркантильное – это та, которая всеми тянет с вас деньги. И купи мне то, купи мне это. Но есть женщины, которые гораздо умнее, чем вы думаете, которые так говорить вообще не будут. Они себя, во-первых, поведут так, что вы сами будете покупать и просить ее не будут. Но, кроме этого, они могут затаиться и дождаться того момента, когда вы все-таки сделаете им предложение, а потом раскрыться в браке. Поэтому я вам просто советую не сильно напрягаться на эту тему. Потому что я считаю, что ситуация решается очень просто. Предположим, она меркантильная. И что? Хотите – покупайте. Не хотите – не покупайте. Вас никто не заставляет. То, что она так хочет, чтобы ей купили, это немножко детской психологии. Дети же тоже… Помните, как у Куприна «Хочу белого пуделя», как он на землю валился. Вот. А я помню… Да я сам такой был. Я когда в детский мир… У меня был не детский мир. Я родился в доме, в котором был огромный магазин. Он назывался «Дом игрушки» на Кутовском проспекте. Того уже сто лет нет, конечно. Но вот я упирался руками и ногами, чтобы мне купили. Я тоже, чтобы меркантильная женщина. А мать меня это самое отлепляла от прилавка. И орала, чтобы я перестал истерить. И не купит. Еще долго не купит, если я еще раз открою рот. Потом у меня был дружок такой, я помню, в детстве Булат. У меня была сестра Гюзель. Ну, младшая. Ну, нам было, скажем, 16 лет, а ей было 10 лет или 8. И вот, когда мы приходили в магазин, ну, типа игрушек. Да и не обязательно игрушек, хоть концтоваров. Она как начинала ныть и скулить. И рыдать еще к тому же, чтобы ей купили. А Булат говорит, иди, сейчас в глаз дам, рот закрой. И все продавцы говорят, шутят, дети, какие-то вы говнистые. Купите уже. Ребенка, она жаль, плачет. Брат говорит, я себе куплю, а потом дом убью после лет. Так что так дети себя ведут. Вот. Но вы хотите, покупайте, как родители. Не хотите, не покупайте. Марьяна спрашивает. Михаил, я очень хочу замуж, потому что очень хочу детей. Мне уже сейчас 39 лет. Замужем никогда не была. Никто не зовет. Готова выйти? Хоть за бревно. Только чтобы дети были. Детей одна растить не готова. Нужен муж. Помогите. Помогаю. Не понимая, что Марьяна, что Марьяна в голове, потому как я хотел открыть ей эту страшную тайну, но Марьяна без меня, оказывается, ее знает. А именно, Марьяна знает, что для деторождения муж вообще не нужен нафиг. Для деторождения нужно как это, фертильный возраст и какие-то возможности к беременности, вынашиванию и родам. Это все. Но по какой-то мне неведомой причине Марьяна не настолько любит детей, чтобы сама их растить. Почему? Не знаю. Дело в том, что браки, вот если мы говорим о социальной стороне этого дела, чуть ли до 70% браков, то есть уже 54% детей, это старая информация, развод в неполной семье, больше 50, то есть большая часть семей неполная. А есть регионы, где на 100 браков 70 уже разводов, то есть это уже просто никуда не годится. И очень многие женщины благополучно воспитывают детей сами. Я считаю, что если я что-то хочу и я могу это сделать, то я это делаю. Но Марьяна какая-то странная для меня позиция, типа я это очень хочу, прямо аж за бревно готова выходить, но не готова сама рожать. Почему? Я не могу понять. Марьяна об этом не пишет. Моя помощь, Марьяна, заключается только в одном. Подумать о том, что вы действительно хотите ребенка и сделать этого ребенка. Двумя способами. Родить или усыновить. Подумайте об этом. Муж это в этом смысле, как вам сказать, немножко лишние опции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова